В последние три года в Чите произошло 46 несчастных случаев на производстве строительных объектов. 15 из них закончились летальным исходом. В их числе трагедия, произошедшая 7 апреля на стройке по адресу Новобульварной, 38. Тогда в результате падения крана погибла женщина. Сегодня в администрации города прошло отраслевое совещание по охране труда. Строительная отрасль была и остается одной из самых травмоопасных. За последние три года в Чите уже пострадало более 40 человек. И по словам специалистов, летальных случаев год от года становится все больше. Причем аварии, как правило, связаны с несоблюдением элементарной техники безопасности. Использование грузоподъемных механизмов, не прошедших проверку Ростехнадзора, отсутствие спецодежды, допуск к работе без медицинского осмотра. Это и многое другое может стать причиной беды. За последнее время было проведено 150 проверок. Среднее количество нарушений, которое выявляется на одну проверку, 7 нарушений. Допускаются работники без надлежащих средств индивидуальной защиты. То есть средства индивидуальной защиты, мало того, что они должны быть, они должны быть сертифицированы. За это время было отстранено около 20 человек. При этом это работники, которые связаны непосредственно с кладкой кирпича. То есть работали без касок, без необходимых средств индивидуальной защиты. Значит, следующим нарушением является то, что используются ненадлежащие оборудования. Кран, рухнувший 7 апреля, эксплуатировался с 2009 года. Были ли он исправен, пока неизвестно. Это покажет проверка, которую уже сейчас проводит комиссия Ростехнадзора. Кроме того, строительная компания «Тантал» позволила сотрудникам работать, несмотря на штормовое предупреждение. Но свои вины в произошедшем руководство не усматривает. Расследование по факту падения 7 апреля крана сейчас продолжается. Всего же в прошлом году в результате проверок инспекции труда в городе было приостановлено 6 строек и дисквалифицировано 6 человек. Теперь пройти подобные проверки в ближайшее время предстоит и всем остальным крупным строительным объектам. Светлана Тулунова, Лев, Нескромное время новостей.